В последние 15 лет интернет прочно вошел в нашу жизнь. И, конечно, это отразилось и на художественной литературе. Библиотека номер 18 Северного округа представляет обзор книг «Интернет как место действия». Начнем с литературы для подростков. Именно они сейчас практически все свое свободное время проводят в сети и даже книги читают онлайн. Книги Тамары Крюковой давно завоевали доверие у подрастающего поколения. Ловушка для героя. Мальчишки – это особая категория человечества. Они всегда воображали себя отважными рыцарями, борцами со злом. Главный герой ловушки случайно попадает на фирму, занимающуюся программированием виртуальных игр, а затем и сам становится действующим лицом одной из них. Получив для себя фантастическую реальность, куда можно было сбежать от трудностей, поначалу Артем испытывает восторг, но то, что виделось ему просто игрой, неожиданно начинает влиять на его жизнь и представлять опасность для окружающих. И постепенно парень осознает, что поступки имеют последствия, которые могут стать роковыми для кого-то близкого. И за все нужно платить. Против героя Паневоле ведут жестокую игру. И найдет ли он того, кто это затеял. Продолжение истории Артема в книге «Гений Паневоле». Наигравшись в компьютерную игру, Артем обнаруживает у себя фантастические способности. В нем появляются суперспособности к карате, английскому, математике и другим наукам. Но он этого страшится и решает выяснить, кому нужно было все это затеять. Он вновь начинает компьютерную игру. Для чего появились суперспособности у героя и кто за этим стоит, вы узнаете, прочитав книгу. «Время всегда хорошее» Андрея Жволевского и Евгения Пастернак. Хоть действия книги происходят и не в интернет-пространстве, но большое внимание авторов уделено интернет-общению. Действия во «Время всегда хорошее» происходят в двух временных отрезках. В далеком 1980 году и в нашем времени, в 2018. Девочка из 21 века попала в советское время, а мальчик, сын партийного деятеля, переместился в будущее. Именно смещение фокуса помогает выделить трудности современных подростков, их привязанность к обезличенному общению в сети, показать необходимость вылезать из ракушки и общаться с людьми, глядя в глаза. Сканеры Роман «Антиутопия» Роберта Зонтага Действие романа происходит в 2035 году и сосредоточено вокруг злоупотребления цифровыми технологиями и цензуре в области знаний. Роберт, главный герой, занимается тем, что сканирует бумажные книги и загружает их в ультранет. Только вот оцифрованные книги никому не интересны. У каждого человека в 2035 году есть свои примочки, по которым можно смотреть самые новые крутые фильмы, а то и вовсе подглядывать за чужой жизнью. Роберт тоже так думал, пока одна случайная встреча не открыла ему глаза на все происходящее. Вдохновленный Реем Брэдбери и Филиппом Диком, Роберт Зонтаг создал больше, чем «Антиутопию» или «Книгу предупреждения». Всякий внимательный читатель без труда обнаружит параллели между миром, описанным в романе, и современностью. Конечно, интернет в первую очередь сейчас используется взрослыми людьми. Мужчины и женщины зарабатывают в интернете, совершают покупки, учатся, смотрят фильмы, слушают музыку, читают книги, общаются друг с другом и знакомятся. Книжка «Записки невесты-программиста» написана в начале 2000-х. Легкая, совершенно развлекательного характера. Если не сказать проще, это веселая комедия, не нагруженная большим смыслом. Читается, как анекдот, просто длинный. Но над чем еще можно так смеяться, как ненебритым, лохматым неандертальцем с красными глазами, вечно сидящим за мертающим экраном в окружении грязной посуды в перемешку с железяками, и умеющим только мычать в ответ на вопросы. Книга с кладезем смешных ситуаций про прожженного компьютерщика, за которого решила выйти замуж героиня истории, точнее, которого решила на себе женить. Небольшой минус книги в том, что информационные технологии быстро развиваются, и многие понятия уже безвозвратно ушли из обихода. Поэтому современному поколению они непонятны, и смеяться они точно не будут. Но рожденным до 90-х годов книга напомнит чудное время молодости, если быть немного в компьютерной теме. Джессика Адамс, имейл, белая собака одинокая. Что делать, если тебе попадаются только негодяи и лжецы? Продолжать искать свое счастье? Или объявить себя черствой неудачницей, поставить на счастье крест и заняться чем-нибудь еще? И именно так и поступает Виктория. После того, как ее бросает бойфренд, с которым она связывала надежды на грядущее счастье. Любовная катастрофа может перерасти в любовную драму, а может в любовную комедию, что и происходит с Викторией. Поменяв прическу, пообщавшись с экстрасенсами, спутавшись с профессиональным бабником, она решает раз и навсегда покончить с мужчинами и начать новую жизнь. Благо, на день рождения ей подарили компьютер, и теперь можно освоить новые сферы, например, интернет. Но мужчины пролезли и туда. Легкая книга с юмором и хэппи-эндом отлично подойдет в качестве легкого чтения. Детективная история Татьяны Гармаш-Роффе «Укрыться в облаках» тесно связана с компьютерами, сетью и программированием. Главная героиня, программистка Рита, находит ночлег у красавца Саши, а в обмен налаживает его компьютер, удалив папку с опасными файлами. Однако кому-то позарез понадобились удаленные Риты и файлы, и теперь на них открыли охоту бандиты. Саша избит, в квартире все перевернуто, а Риту ищет полиция. Неприятности нарастают, как снежный ком. «Одиночество в сети» Януша Леона Вишневского – одно из самых спорных произведений в современной литературе. Название говорит само за себя. Человечество знакомится с достижением в современной науке – интернетом. Каждый человек – часть социума, большой и своеобразной системы, в которой существует каждый. Этот мир расизая, его можно увидеть и ощутить, но технический прогресс вдруг дарит человечеству другой мир – виртуальный. Он и реален, и нет одновременно. Из-за невозможности нормального общения в мире за окном, ноги прибегают к знакомствам вне его. Здесь можно все, можно быть любым. Название романа «Одиночество в сети» очень точно описывает состояние глубокого одиночества. Казалось бы, находясь среди миллиардов людей, сложно не найти достойного собеседника или спутника жизни. Но, увы, не все так просто. Сегодня мы не мыслим мир без интернета. Социальные сети, онлайн-чаты, мессенджеры отнимают наше свободное время. Отвлекитесь, отключите ненадолго гаджеты и компьютеры, возьмите хорошую книгу и погрузитесь в мир на бумаге, а не в сеть. Спасибо.